Казахстан опасается стать следующим в перечне геополитических амбиций Кремля. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Как аргументы приводит издание резкое увеличение военного бюджета. Дополнительно на оборону страны выделят почти 918 миллионов долларов. И также налаживание контактов с такими странами, как США, Турция и Китай. Стоит отметить, что и Китай меняет свое отношение к России, показывая, что не будет рисковать и помогать Кремлю. К примеру, Пекин приостановил инвестиции в Россию в рамках проекта «Один пояс – один путь» – крупнейшей инфраструктурной программы страны. Почему азиатские партнеры Москвы готовят пути к отступлению? И не являются ли это эти шаги лишь иллюзией, созданной с целью избежать западных санкций? Об этом поговорим с политологами Санжаром Бакаевым и Глебом Павловским. Санжар, Глеб, добрый вечер. Спасибо, что нашли время на беседу с нами. И вот первый вопрос. Все-таки для того, что мы видим, действия Казахстана и Китая. Правда ли это отдаление, новая позиция в отношении Кремля? Глеб Олегович адресует этот вопрос к вам. Ну, это не отдаление, это маневры. Они естественны. Полностью изменилась сцена. И она уже не вернется назад. Каждый должен искать новый баланс. Казахстан в особенности, как бы, его ищет. Это очень важная задача. И это очень заметно по всем действиям Казахстана. Китай может позволить себе не так маневрировать. Он большой, богатый и сильный. А Казахстану непросто в новой ситуации. Санжар, и вот по вашему мнению, это просто диверсификация или это все-таки выбор конкретно другого маршрута развития для Казахстана? Я, наверное, немножко расстрою всех тех, кто давал такие большие заголовки о том, что Казахстан увеличивает бюджет на миллиард долларов именно на свое вооружение. На самом деле, если посмотреть по структуре этих затрат, то большая часть направлена на усиление внутренних резервов Министерства внутренних дел. То есть это на самом деле затраты на в целом весь силовой блок, где сидит Министерство по чрезвычайным ситуациям, где Комитет национальной безопасности, а Министерство внутренних дел и незначительная часть для Министерства обороны, которая больше связана не с вооружением, а с повышением заработной платы для военнослужащих. У нас в связи с большой инфляцией, в связи с скачком, у нас были запланированы затраты на повышение зарплаты. Поэтому я должен отгорчить всех тех, кто себе сделал большие заголовки, что Казахстан отдаляется или продвижается или что-либо еще. Нужно смотреть именно на структуру этих затрат, чего никто из экспертов не сделал. То есть просто защита своей власти во многом? Защита и вложение во внутреннем? Да, так и есть, потому что январские события, как вы помните, показали, что наши внутренние силовые структуры по линии внутренних дел не были готовы к такому развитию ситуации. Санжар, хотел бы задать вопрос на тему экономики. Президент Такаев неоднократно заявлял о том, что он будет поддерживать западные санкции, точнее не будет создавать лазейки для санкций, которые большая семерка ввела против России. Но также известно о массовой релокации фирм из России, из Беларуси в Казахстан. И также тот же Такаев заявляет о том, что он собирается привлекать бизнес, который релокируется из России. Так вот, на самом деле Казахстан пытается поддерживать санкционный режим, или же он пытается стать воротами для того, чтобы обойти эти западные санкции для России? В этом вопросе у Казахстана достаточно мало маневров. То есть дело не в том, что хочет Такаев или не хочет. Мы вынуждены соблюдать эти санкции, поскольку все мы являемся субъектами международного права. Во-вторых, что касается релокации бизнеса, то Казахстан не против. У нас релокация происходит всегда, очень много из Китая, из России, из других стран. Поэтому, наверное, мы как страна, которая намеревается привлекать инвестиции, заинтересованы в том, что капитал сюда приходил. Другое дело, будет ли это как-то нарушать какие-либо обязательства, международные нормы, будут ли там какие-то параллельные импорты, что может повлечь за собой какие-то вторичные санкции. Это чисто правовой вопрос, и, наверное, тут нужно опять углубляться в детали. Ну вот если Казахстан, если говорить о Казахстане, то определенная роль, которую мы можем наблюдать, хотя бы экономическое, вот перенесение российских банков в Казахстан и релокация фирм. А вот если говорить о Китае, Глеб Олегович, рассчитывает ли Кремль сейчас на поддержку Китая, и может ли он, надеется, ее получить? Ну, опыт уже достаточно большой, во всяком случае, за эти полгода. Кремль не может рассчитывать на чудеса, на сказки. Китай будет следовать интересам Китая, и больше ничьим. Я не понимаю, кто мог думать об этом как-то иначе. Китай, в принципе, уже очень давно, в этом веке, соблюдает только, исключительно свои интересы, и не входит в этом смысле ни в какие долгосрочные альянсы. Но, конечно, Китай настроен не проамерикански, это совершенно очевидно, и он будет аккуратно использовать Москву, ее войну с НАТО в своих интересах. Но на что на большее рассчитывать нельзя. А вот еще хотелось бы обязательно поговорить о Центральной Азии в отношении Москвы и Пекина. Потому что во многом говорят о том, что ранее было такое негласное разделение о том, что Москва занимается, к примеру, надзором и безопасностью, Пекин развивает этот регион и вкладывает, инвестирует средства в инфраструктуру, в бизнес и так далее. Можно ли говорить, что сейчас это может поменяться, эта схема? Санжар, и Глеб Олегович, тоже очень хотим услышать ответ ваш. Можете сначала, Глеб Олегович, ваш ответ. Ну, я думаю, что прежний баланс, его особенно такой, я бы сказал, умеренный стиль уже исключается. Мы не вернемся обратно, но новый не найден. Никто его не нашел, не только Путин его не нашел, и еще и председатель СИ, все его ищут. Все пытаются понять, что можно и чего нельзя делать в новой ситуации. Поэтому, я думаю, что бессмысленно вспоминать прежние 30 лет, так сказать, после, ну, постсоветских 30 лет, что-то изменится. И, возможно, изменится очень многое в мировом порядке. Санжар, а вот ощущается ли в Казахстане изменение этого баланса? Да, ощущается. Во-первых, следует отметить, что буквально на прошлой неделе прошла встреча лидеров Центральной Азии. Если вы помните, на протяжении всей истории Советского Союза Москва всегда была заинтересована в том, чтобы центральные азиатские страны не совсем дружили и были так подконтрольны, разделяя властвы. И сейчас центровальные азиатские страны, которые по большей степени, в особенности Казахстан, экономически очень завязаны с Россией, они вынуждены искать внутри себя, внутри региона некие ресурсы для развития. Поскольку мы обладаем сырьем, хорошо индустриально развивается Узбекистан, и мы экономически сейчас вынуждены искать, если не пути отхода, то какие-то новые возможности для маневров внутри региона. И буквально вчера президент Косможумар Тукаев был, вы знаете, в Эмиратах и встречался с королем, с принцем, с инвесторами. То есть это как раз для того, чтобы найти новые инвестиции в нашу страну, поскольку Казахстан ощущает на себе очень серьезное негативное экономическое воздействие, так сказать, от происходящего санкционного давления на российскую экономику. Мы, конечно, об этом не говорим, мы об этом не кричим, но, тем не менее, вот эта токсичность, она очень сильно сказывается на курсе тенге по отношению к рублю и доллару, на инфляции, на ценах, поскольку сейчас, допустим, россияне массово у нас скупают товары первой необходимости, автомобили, бытовую технику, вывозят, потому что это стало очень выгодно, курс рубля подлетел по отношению к нашей национальной валюте, к тенге, и для россиян стало выгодно отсюда вывозить. Это, естественно, вынудило наших всех поставщиков увеличить цену, соответственно, мы видим все эти негативные влияния. Санжар, и вот хотел бы спросить вас об инвестициях. Понятно, что российский рынок сжимается, предсказывают падение в районе 10% в этом году, и в прошлом году основными инвесторами в Казахстан были Швейцария, Россия, Китай, Бельгия. Где найдут эти инвестиции? Кто заменит Россию в качестве ключевого инвестора в Казахстане? Назовите, пожалуйста, страны, откуда ждут этих инвестиций. Россия никогда не была инвестором номер один. Всегда лидирующую позицию занимала Голландия. Опять-таки это связано со многими офшорными счетами, приходом своего же капитала и так далее. Но, тем не менее, Россия всегда была в топ-5 стран по инвестициям. Инвесторы к нам приезжают, в том числе и из России. И, как вы уже до этого отметили, релокация бизнеса происходит. Мы, более того, ощущаем очень серьезный миграционный поток, временный, но с большим потенциалом для перехода в долгосрочный. И, допустим, только в мае месяце у нас приток денежных переводов из России увеличился в 10 раз по отношению к апрелю. То есть в апреле у нас было что-то порядка 10 миллионов долларов в месяц, а в мае уже около 100 миллионов долларов в месяц. И это просто россияне к нам едут со своими деньгами, скупают, гуляют, отдыхают. То есть мы видим очень большую такую активность. Но видим, что поиск происходит не только инвесторов, но и, если смотреть шире на мир, то поиск происходит и партнеров, союзников, скажем так, как политических, так и военных. И вот возникает вопрос, Глеб Олегович, адресу его вам. Можно ли говорить сейчас, что Россия пытается собрать вокруг себя, в принципе, создать такой клуб, например, авторитарных режимов и привлечь к себе союзников, которые бы могли в разные способы помочь ей в достижении ее целей на геополитической арене? Ну, Россия всегда пыталась это делать. Но сейчас, пока идут военные действия в Украине, Россия как бы связана, она не может переключиться на стратегические долгосрочные вопросы. Конечно, после того, как первая фаза окончится, мир станет другим сильно. То есть он станет другим в том смысле, что в нем все будут менять свои альянсы, добиваться безопасности тех, которые есть. Но Россия сейчас, по-моему, не готова сформулировать новую стратегию. Она действует в рамках прежней и, к тому же, осложненной. И как эту стратегию можно описать? Вот если, как бы, какова эта модель? Она прежняя консервативна. Она исходила из того, эта концепция, между прочим, она была разработана задолго до Путина, названа, во всяком случае, была. Это концепция так называемого ближнего зарубежья, которая была, вообще-то говоря, автор которой первый министр иностранных дел Козырев. Но она, я всегда считал ее неудачной. Мне кажется, что она исходит из приятных воспоминаний чьих-то о Советском Союзе. Но это не работает. Это работает только как какая-то игра временная. Вот Бжезинский писал о большой шахматной доске, а это игра в шашки. Поэтому нынешнее... Собственно говоря, сегодня в Украине обнаружилось, что стратегии как таковой нет. Она случайна. Это импровизации. И Россия, в общем, все 30 лет, честно говоря, это страна импровизации. Но вот все-таки какие-то общие тенденции существуют. И одна из этих тенденций, например, размещение собственных войск на территории вот этих дружественных, так называемых, по отношению стран. И в том числе, например, мы видим и использование Беларуси как плацдарма, мы видим военные базы в Армении, мы видим военные базы в Казахстане. Возникает вопрос, насколько можно диверсифицировать или вести собственную позицию, если у тебя на территории твоего государства находятся военные базы. И в принципе, в любом случае твоего маневрирования есть аргумент, против которого очень тяжело пойти. Санжар, правда ли это? И остаются ли шаги маневрирования для Казахстана? Конечно. И у наших властей нет иного выбора, поскольку выросло абсолютно новое поколение казахстанцев за эти 30 лет. И вот на прошлой неделе выступал министр обороны России, который сказал, что когда-нибудь вернется Советский Союз, я вам скажу, что этому не бывать. Это просто невозможно. И российской элите, как и другим наиболее активной части общества, продвигающей эти инициативы, наверное, следует уже жить с этой реальностью и понимать, что Казахстан – это независимое государство, которое всегда будет отстаивать свою унитарность и защищать свою независимость. И неважно, есть здесь базы какие-то. Здесь российских баз, кстати, нет. Если вы имеете в виду только пробайконур, который арендуется Россией, то здесь военных баз нет. И эти военные базы, на самом деле, в тактическом плане России бы ничего и не дали, поскольку это не является сейчас фактором какого-либо воздействия или управления страной. У нас вот, знаете, вот эти инициативы события, они перевернули все в наших головах. И у нас были ситуации, когда целое вооруженное, целое войско, колонну из КАМАЗов, вооруженных солдатами, наши ребята, всадники, вы представляете, всадники, вооруженные, они просто остановили и готовы были всю эту колонну раздербанить. Это просто всадники, это намады в селах, которые просто дикие, которые могут уничтожить любое вооруженное войско. И почему-то военная доктрина ни России, ни Казахстана, ни других стран их во внимание не берет. Вот поэтому я бы аккуратнее был именно с этим моментом. Казахстан — это независимая страна, и никогда в составе какого-либо союзного государства оно уже не будет с этим, нужно смириться. Россия нам друг, это безусловный факт. Никогда Россия нам не была для нас врагом, и ни Казахстан не заинтересован в ухудшении отношений, ни сама Россия в этом не заинтересована. Поэтому я думаю, что у России один только выход — не мешать, если не помогать, то не мешать развиваться соседям. Потому что мы более сильными нужны России больше, чем более слабыми. Потому что мы являемся очень важной буферной зоной от возможных угроз с китайской стороны, с каких-то либо всяких террористических организаций на Востоке. Ну да, и это, в принципе, Казахстан единственное... Это вам кажется, что далеко, да? А на самом деле и наши январь-события показали, что все границы Центральной Азии дырявые. Поэтому это кажется, что от вас далеко. Уж лучше иметь сильный независимый Казахстан рядом. Это должны понимать все россияне и элиты России. Ну и, в принципе, я думаю, что подытожить наш разговор можно тем, что остались доктрины, но поменялся мир. И сейчас все пытаются проверять красные линии и находить свое место в новом геопорядке. Большое спасибо, Санжар Глеб Олегович, за то, что нашли время на беседу с нами. Политологи Глеб Павловский и Санжар Бакаев были с нами на связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!